Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Дмитрий Рус Играть, чтобы жить Книга четвёртая Инферно Глава первая Эхо инфосферы Друмира Обрывок сообщения неизвестного абонента Припадаю к стопам Светлоликова Мечтаю словом и делом Отслужить великую милость сильнейшего Спешу сообщить, что слуга ложного бога Несмотря на искусно вплетаемые препятствия Сумел таки добыть первый осколок сердца храма Более того, зловредный первожрец Нарёк мерцающего зверя саблезубом И подкупив его щедрым даром Обманом выудил Недобываемое В смятении возвышу голос Надёжно ли укрыт последний фрагмент сердца Я теряю разум от ужаса При мысли о возрождении великого артефакта Силами тёмного пантеона Анастасия Павловна Звонко захлопала в ладоши Привлекая к себе внимание И требуя сворачивать активную возню Во внутреннем дворе первохрама Большая послеобеденная перемена Подходила к концу Я улыбнулся Звонок ей что ли изобрести Или гоблина нанять С колокольчиком Мама Со дня мрачных событий И моего Поначалу триумфального Возвращения из рейда Прошло всего две недели Однако Маман В образе черноволосой Стремительно молодеющей эльфы Уже успела Органично вписаться В клановый коллектив И стать его Неотъемлемой частью Бывшая училка Неожиданно для себя Обрела идеальное здоровье Возмужавшего сына И шалопайский коллектив Бесхозных малолеток Во главе с той еще Команчей Леной Эффект первоклашек Гомонящая толпа малышни Способная затоптать Даже выпускника Рванулась К детскому крылу замка Глядя на спешащих Карапузов Я в очередной раз Ощутил сильнейший Приступ тревоги Как же их много-то Семьдесят два Крохотных человека Чья судьба Всецело зависит От правильности Моих действий А ведь через неделю Спадет защита Первохрама И попрут в нашей земле Любители массовых Ивентов И эпических квестов Чедрой рукой Раздаваемых Жрецами Светлого Пантеона Груз ответственности Давил Но не мог Опустить меня на колени Бессильно Расплескиваясь По заметно растущим Вширь плечам И укрепляя Стальной стержень Позвоночника Не только мы Пластали игровую реальность Но и Друмир Лепил из нас Что хотел Иногда Глядя по утрам В зеркало Я сам пугался Перемен Положение клан Рейд И альянс Лидера Воспитывало Жесткость Руководителя Владение Замком Класса Супернова Вкупе С прилегающей К нему Долиной И населением По капле Выдавливало Из моего сознания Гражданина Демократической Страны И пинками Формировало Захудалого Но амбициозного Барона Деловито Присматривающегося К герцогской Короне Изнанка Жизни Гипертрофированная Игровым Беспределом Со всеми Ее Рабами Пытками И потерей Близкого Человека Да еще Помноженное На пребывание Уллоз Заморозили Взгляд Моих Неожиданно Почерневших Глаз Не знаю Что в них Теперь читалось Отражение Каких Преисподних И эхо Каких Событий Но сейчас Даже Главгончая Не выдерживала Игру В гляделки Чисто По собачьи Могучий Зверь Плюхался На бок И поскуливая Раздвигал Пластины Брони Признавая Вожака И подставляя Незащищенное Брюхо Поначалу Это забавляло Потом Стало Напрягать Ладно Не стоит О непознанном Время Само Все Расставит По своим Местам Конечно Не хотелось Бы войти В историю Молодого Мира Как Сбрендивший Черный Властелин И я Очень Надеялся Что именно Дети Уберегут Мою крышу От повторного Срыва Я делал Многое Работал Над репутацией Интриговал Вербовал Союзников Вот только Остановить Кукушку Дока Я не мог Он давно Уже сорвался С резьбы И напоминал Мне пилота Горящего Самолета Что сжимая Побелевшими Пальцами Штурвал Бросает Тяжелую Машину В последнее Пике На вражескую Колонну Еще Один Собрат По несчастью Влетевший На утлой Лодочке В бушующий Поток Он вроде И машет Веслом Разрывая Мышцы И добавляя Пены Но гудящий Впереди Водопад Лишь скалит Острые Клыки Скал В пренебрежительной Ухмылке После Оцифровки И чудесного Шанса На вторую Жизнь Выпавшего Смешливой Иконопатой Маши Мы Спешно Проверили Остальных Детей Осечки Не произошло Все Малолетние Клиенты Хосписа Ушли В срыв Счастливо Развинувшись С безносой И на какое-то время Превратив Александра Николаевича В самого Счастливого Человека На свете Сломленный Своей страшной Ролью Превратник Морга Вдруг В одночасье Превратился В доброго Волшебника Тот же вечер Он умудрился Упиться Виртуальным Спиртным До состояния Простейшего Зомби Ходить Еще ходил Но вот Говорить Уже не мог Невнятно Мычал Улыбался И лес Обниматься Со всеми Встречными Поперечными Серия Скриншотов Отснятая Анонимным Шутником Еще долго Радовала Глаз В клановой Галерее Док Шепчет Непристойности Смущенной Макарии Причем Рука Профессора Блуждает По тонкой Талии На грани Фола Глаза Сверкают А невидимые Гусарские Усы Стоят Дыбом Аник Обнимается С Чебурашкой Не знаю Где они Нашли Друг друга Но Белобрысая Тварь Фотогенично Улыбалась В камеру Острыми Зубами А Док Задумчиво Чесал Ей За огромным Ухом С невесть Откуда Взявшейся Рубиновой Серегой Док Горячо Спорит С изумленной Главгончей Ухватив Ее За могучую Лапу И загибая Когтистые Пальцы Зверя Мало Того Под закат Веселья Он еще И уснул В теплом Логове Бесцеремонно Устроив Голову На жестком Боку Ближайшего Монстра Адские Псы Как-то Разом Перестали На него Щериться А щенки И вовсе Облепили Пьяненького Глав Врача Словно Котята Мягкую Грелку Все это Конечно Забавно Но сколько Ж я сжег Нервов Пытаясь Его Поначалу Отыскать А затем Разбудить И выпинать Из виртуала Так ведь И всрыв Уйти Недолго Восемнадцать Часов Беспрерывного Погружения Шансы На оцифровку Больше Двадцати Процентов Зато я Сполна Отыгрался Утром Поприветствовав Растерянного И облепленного Паутиной Героя С кряхтением Поднимающегося По скрипучей Лестнице Подвала Ну что Ты теперь С нами Добро пожаловать В вечность Аник Сбледнул С лица Ноги его Подкосились Усаживая Аватар В привычную Для лагаута Позу Лотоса Все еще Вялая рука Шлепнула По воздуху Нажимая Невидимую Кнопку Вирт Интерфейса А затем Облегченный Вздох Намекнул Нам Что все В порядке Тридцатисекундный Таймер Начал Свой Отчет Блеснув На прощание Обиженным Взглядом Дог Исчез Из Игровой Реальности Впрочем Как и все Врачи Он умел Выводить Себя Из Сумеречных Состояний Уже Через Три часа Александр Николаевич Деловито Согласовывал Со мной Открытие Нового Портала Прямиком Из Березовых Яслей Низкоуровневой Стартовой Зоны Хуманцев Скрестив Руки На груди Я стоял У светящейся Арки И встречал Очередную Колонну Беженцев От Реала И смертельно Больных Тел Я твердо Решил Поговорить С Доком И прекратить Переселение До появления Хоть какой-то Ясности В будущем Не сегодня Так завтра Начнется Крутой Замес У стен Первого Храма Садистка Лос Может предъявить Свои права На зажившегося Лайта Или кто-то Из кровников Доберется До моей тушки Все это Рикошетом Ударит По детям Оставит Их Без защиты А то и вовсе Сделает Заложниками В чужих Играх Да мне даже О собственной Безопасности Подумать Некогда Куда еще Эти гири На шею Добавляю